Проект «Европейская неделя мобильности» — это призыв к людям, призыв отказаться от своего авто в эти дни и, скажем, пересесть на любые другие альтернативные виды транспорта. Все это ради природы. С 16 по 22 сентября в Бресте проходят разные мероприятия, посвященные экологии, и каждая из них, пусть даже совсем небольшая, имеет вес, имеет значение. Присоединились к зеленому движению самые маленькие жители города, учащиеся объединения по интересам эколого-биологического профиля Брестского центра туризма и краеведения. Ребята провели акцию как смогли, где-то по-детски наивно, где-то по-взрослому настойчиво, но во всех случаях результативно. Их основной целью было достучаться до взрослых, поговорить с ними на такую важную для всех тему — защиту окружающей среды. В рамках акции мальчики и девочки пообщались с жителями города, предложили им ответить на вопросы анкеты, которые придумали они сами. Наши учащиеся знают, что проводится, неоднократно уже проводится Европейская неделя мобильности, и они подготовились к этому мероприятию, составили мини-опросник. Приняли самое активное участие, поэтому самые активные здесь сегодня разговаривают с горожанами нашего города, опрашивают их, записывают ответы на вопросы. Потом они эти ответы проанализируют, составят выводы, и будут свои рекомендации, расскажут родителям, одноклассникам, друзьям своим. И так экологическая информация правильная, положительная, где-то заострится и отложится в умах и взрослых людей, и детей, и люди будут поступать правильно. Очень символично, что Европейская неделя мобильности совпала с 17 сентябрем, днем народного единства. Что здесь символично? Что вопросы охраны окружающей среды, они не касаются только государства и предприятий. Для того, чтобы улучшить экологическую обстановку и сделать наш воздух и город чище, каждый человек должен принять участие. Все дети отнеслись к своей задаче серьезно, ведь они сами по себе наиболее чистые создания, и в отличие от взрослых, здесь и сейчас видят мир прекрасным, и больше всех хотят его именно таким и сохранить. Мы пытаемся донести до людей то, что нужно ухаживать за природой, и не разбрасывать мусор, но реже ездить на машине, потому что выхлопные газы, они загрязняют воздух. И просто, чтобы чаще ходили пешком или ездили на велосипедах, там даже катались на роликах, к примеру, чтобы не засорять воздух выхлопными газами от машин. Говорить о проблемах и о том, что нужно делать хорошо, а братья делать еще лучше. В разных частях города городские службы наводят порядок и постепенно высаживают деревья. Зеленая палитра города расширяется ежегодно, что несомненно радует глаз. Накануне работники Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды внесли свою лепту. Посадили деревья в одном из самых красивых мест в Бресте – городском саду. С уверенностью можно сказать, что уже через пару лет историческое место притяжения брещан станет еще краше. В этом году в осенний период тоже запланировано очень большой объем работ по озеленению. Тут, например, в городе Бресте планируется посадить около 10 тысяч деревьев, кустарников уже в осенний период. В целом в области у нас за весенний сезон озеленения посажено более 30 тысяч деревьев и кустарников. Запланированные мероприятия выполнены и в многих районах перевыполнены значительно. Но эта работа будет продолжаться и осенью, она только начинается. В принципе, она еще в основном впереди. В ноябре в основном основные мероприятия по озеленению будут реализованы. Ну и надеюсь, что это станет такой доброй традицией. Очень важно, чтобы все население принимало участие в подобных акциях, чтобы никто не остался в стороне. Особенно надежда на новое поколение, отметил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Болеслав Першту, который на днях специально приехал в Брест, чтобы принять участие в акции по озеленению городского сада. Министерство природных ресурсов на регулярной основе проводит такую наступательную позицию по озеленению в целом территории страны. На данный момент более 40% в территории Республики Беларусь покрыто лесами. Это хороший показатель на базе европейских наших государств. Это не только, знаете, красота, это удобство, скверы, парки, это еще такая важная функция экологическая. Она поглощает СО2 и углекислый газ. И особенно теперь, когда весь мир озадачен очень сильно проблематикой парниковых газов, изменения климата. Для нас эта тема актуальнейшая, чисто на профессиональном таком экологическом уровне. Нам очень важно, чтобы молодежь активнее участвовала, чтобы процент озелененности в городах тоже соответствовал тем нормативам, которые мы определили. Мы задали планку, городам 40% должно быть. Мы эти параметры отслеживаем, мы их контролируем, мы мотивируем, поддерживаем. Мы очень много привлекаем еще, в том числе, средств международной технической помощи для того, чтобы обустраивать наши территории. Ну и потом, согласитесь, чисто на бытовом уровне, на обывательском уровне, это же красиво, это достойно, это приятно для населения. И потом мы создаем хорошую базу для будущих поколений. Нам всем стоит постараться побольше гулять пешком, ездить на велосипеде, кататься на роликах, сажать деревья и кусты и не только у себя на личном подворье. Ведь город – это наш общий дом.